Полвека назад Николай Кириченко, так звали в миру Владыку, принял духовный сан и вместе с ним новое имя в честь священномученика Исидора Юрьевского. Поздравить митрополита приехали глава региона Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Губернатор края поблагодарил Владыку за его ежегодный труд, службу на благо жителей региона. Хочу сказать огромное спасибо и на самом деле выразить надежду, что и дальше мы сможем вот тот стержень духовный, который должен быть сегодня в нашем народе, он есть, но еще и больше он должен укрепиться вашими молитвами, молитвами всей нашей епархии кубанской мы, конечно, сможем укрепить. Я глубоко убежден, что усилиями вашими, усилиями законодательного собрания, органов исполнительной власти, те программы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, которые действуют на территории Краснодарского края, они также успешно найдут продолжение и в этом, и в последующих годах. Спасибо большое, приятное желание. Вот когда мы вместе, вот такая и исполнительная власть, и законодательная власть, и духовная власть. Да, все вместе. На самом деле, вот эти традиции, которые заложены в нашем народе, очень важно нам эти традиции сохранить. Мы сегодня вместе отвечаем и за нравственную составляющую, и за духовную составляющую, и за экономическую составляющую региона, за рост благосостояния жителей нашего края. Поэтому, конечно, отделить одно от другого невозможно. В свою очередь, Владыка поблагодарил главу региона и спикера Кубанского парламента за внимание и отношение к Кубанской митрополии. Хочу поблагодарить за ваше поздравление, за цветы, за вашу любовь, за доброе молитвенное благопожелание. Я хочу вас всех подарить с наступившим уже новолетием. За всей души пожелать всем жителям нашей Кубани здоровья, мира, добра, новой помощи Божьей в жизни, на жизненном пути. Уже много лет Владыка Исидор является главным духовным лицом Кубани. С его именем связывают укрепление православия в регионе. Вениамин Кондратьев также поздравил митрополита с назначением его на пост председателя Высшего общецерковного суда Русской Православной Церкви, отметив, что это доверие и оценка его высокой деятельности. Елена Всецина, телекомпания ФКТ